К другим новостям. Наша землячка, павлодарский дизайнер Фарида Бадридзинова приняла участие в конкурсе среди молодых дизайнеров, который был началом одного из ожидаемых событий 2018 года. Неделя моды Aspara Fashion Week, прошедшая в городе Шымкент, где собрались дизайнеры, гости со всего мира. Один из красивейших городов нашей страны Шымкент, город богатой историей и культурой, на этой неделе стал столицей высокой моды. И нам посчастливилось стать свидетелями этого грандиозного события. В неделе моды Aspara Fashion Week приняли участие 24 ведущих дизайнера из 22 стран мира. Организатор международного модного показа, известный павостанский дизайнер из города Тарас Айданхан-Калиев. Его коллекции отличаются стилем под названием неофольклор. Это национальная одежда, наделенная духом современности. Начало недели моды Aspara Fashion Week ознаменована конкурсом среди молодых дизайнеров. Это уникальная возможность показать себя и, если повезет, быть замеченными представителями фэшн-бизнеса, медиаперсонами и топ-блогерами из 20 стран мира. Сразу проходи и заворачивай следующий день. Можно немножко кокетливыми? Да, да, да. С ножками, потому что вот они должны строго идти, а вы в джинсах прямо больно должны идти. В числе участниц наша землячка Фарита Патритинова. На суд зрителей она представила коллекцию, которая, по единогласному мнению жюри, соответствовала условиям конкурса. Это практичность, удобство, красота силуэтов и непринужденность. Вышивка является главным акцентом коллекции. Как прокомментировал прибывший из США рок-ко Лео Голиотти, она единственная, кто использовал в своей коллекции джинсы. Я думаю, что это было очень важно, и она сделала хорошую работу, потому что она коммерциализировала свою коллекцию. На самом деле он считает, что она сделала очень хорошую коллекцию, потому что ее коллекция была направлена на коммерцию, и ее коллекция легкопродаваемая. И это было очень правильно с ее стороны, потому что если люди видят коллекцию, которая очень сильно узконаправленная, и в которой используются только очень узконаправленные фольклорные мотивы, не каждый сможет ее купить, не каждый сможет ее носить, но эта дизайнер, она показала свою коллекцию с очень продаваемой точки зрения. Я увидел, что очень чистая работа, как бы для молодого начинающего дизайнера, это очень великолепная работа. Я, в принципе, как бы наблюдал, не просто наблюдал, я даже сопереживал, было, ну, жюри есть жюри, как они вот повели, но коллекция очень шикарная такая, утонченная. Даже если Фарита не получила права показа коллекции на основном подиуме, вместе с мировыми дизайнерами ее наряды запомнились многим представителям жюри. Ну а звание «Лучшая коллекция в стиле неофольклор» удостоилась представительница Тараза, молодой начинающий дизайнер Сая Салкин-Векова. Я вообще не ожидала, что я выиграю. Я хотела просто поучаствовать, попробовать, как ощутить всю атмосферу. Коухар Татываева, Юрий Белевский, Кульнара Лужеваева, версты самопарад из Южно-Казахстанской области.